ВВП Узбекистана ВВП Узбекистана ВВП Узбекистана ВВП Узбекистаны ВВП Узбекистана доходом населения и в регионах с маленьким доходом населения. То же самое является и субсидии. Субсидии нужно определять именно по региональным доходам. Я думаю, что данный принцип, он именно даст положительный эффект. Кроме этого, хотелось бы отметить, что и опять-таки, исходя из региональных доходов, исходя из тяжи экономического состояния регионов, будут определяться и налоговые ставки. Необходимо сегодня развивать и поддерживать предпринимателей, которые хотят развиваться в регионах с низким экономическим уровнем. И то, что для них будут отменены ставки на подоходный налог, то, что для них будут предоставлены еще больше определенных привилегий, все это позволит нашим предпринимателям, тем более предпринимателям, которые занимаются малым бизнесом, развиваться. И один из основных принципов, наверное, сегодня экономического развития нашей страны – народ должен быть богатым. И, вернее, только показатель богатства нашего народа является показателем богатства нашей страны. И я думаю, еще один очень положительный момент – то, что около тысячи государственных предприятий будут выставлены на аукцион, и при этом их акции будут продаваться населению. Я считаю, что именно когда население сможет само покупать и владеть акциями, когда их денежные сбережения будут вкладываться в государство, именно этот подход, он позволит развиваться всем тем предприятиям, которые сегодня должны уже перестать надеяться на государственную помощь. И я думаю, это опять-таки с экономической точки зрения очень правильное решение, потому что население хочет быть владельцем. И именно продажа акций позволит народу чувствовать себя настоящим хозяином.